Направление деятельности Косфосфата – это разведка, добыча и переработка фосфоритов, производство и продажа желтого фосфора, его производных, а также минеральных удобрений и кормовых добавок. Следующий слайд, пожалуйста. Компания, 94% всей своей продукции северной межской компании экспортирует. Около 30 стран мира на сегодняшний день география поставленной продукции. В компании на 1 июня на сегодняшний день числится 6 015 человек работает, заработная плата за 5 месяцев этого года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 15%. Я хотел бы на тот вопрос, который спрашивали Асидорна Тач, я хотел бы краткий за 5 месяцев свою статистику по подготовке рабочих, то есть мы активные участники дуального обучения, последние 7 лет работаем с Министерством образования. Вот статистика за 5 месяцев, подготовка новых рабочих, как бы у нас идет внутри компании, так же и внешних учебных заведений. Подготовлено новых рабочих 190 человек, повторное обучение 19, обучение вторым смежным профессиям 266, повышение квалификации 82, целевые курсы 603, обучение в области промышленной безопасности 3025, обучение безопасности охраны труда это 3320 человек, повышение квалификации специалистов сторонных учебных центров 10, обучение рабочих в профильных лицензиях 120, и так же каждый год компания обучает высших учебных заведениях за счет своих средств. В этом году обучается 115 человек. За 5 месяцев прошли практику студенты различных вузов Казахстана, 356 человек на предприятиях Космосфата. По следующий слайд. Хотелось бы в итоге 5 месяцев, конечно, несмотря на то, что рынок очень конкурентный на сегодняшний день, и спроса цены уже второй год на всю химическую продукцию все время падает. За 5 месяцев 2013 года, по сравнению с 2012 годом, производство увеличено на 25%, объем продаж на 17%, производство труда на одного работника, соответственно, увеличилось на 23% по итогам 5 месяцев. И за 5 месяцев составило 4 миллиона 300 тысяч тенге на одного работника. По итогам года мы планируем перешагнуть 10 миллионов тенге на каждого рабочего. Следующий слайд. Компании в 2010 году была принята комплексная программа по модернизации всего комплекса Космосфат с 2011 по 2020 года. Задачи ставили сохранение конкурентоспособной продукции, удовлетворение растущих требований потребителей, увеличение производительства труда, снижение расхода энергетических и материальных ресурсов, обеспечения безопасности охраны труда и рационально использование природных ресурсов, предотвращение воздействия на окружающую среду. Задачами ставится, что в 2020 году мы объем производства должны увеличить 8 раз, объем продаж 7 раз, производительство труда 7 раз, уменьшить электроемкость и энергоемкость на сегодняшний день в 2 раза. Но уже можно сегодня констатировать, что по итогам здесь весь 10-13 год у нас объем производительства труда вырастет на уже 2 раза по сравнению с 10-м годом. Согласно этой программе уже у нас завершенные проекты, завершены системой утилизации печного газа на печах 5-6, комплексной автоматизацией всех технологических процессов. В производстве получен новый продукт гранулированый триполиофосфат, получен новый продукт пищевая фосфорная кислота, получен новый продукт гексаметафосфат натрия, который сегодня стабильно работает и 100% ведет на экспорт. Закончены мероприятия по утилизации фосфат содержащего шлама, получен новый продукт, очищенный от органических примесей, это желтый фосфор, который еще и продолжается, в этом году мы увеличим в 2 раза объем, и также экологические мероприятия по замене существующих всех фильтров. В этом году продолжается следующий слайд. В этом году мы закончим, буквально, наверное, через месяц, закончим и запустим в работу производство серной кислоты, серный месяц, который вы при посещении Тараза видели, мы уже заканчиваем, сейчас идем на пуск наладочные работы. Заканчивается строительная система утилизации печного газа, это производство триполиофосфата натрия в этом году. Также идут проектные работы на сегодняшний день, это по реконструкции экстракционной фосфорной кислоты, мы после строительства серной кислоты приступаем к этой работе, и в 2015 году мы запустим первую очередь, получаем 220 тысяч тонн П2О5 экстракционной фосфорной кислоты, вторая очередь будет в 2018 году, и таким образом в 2018 году производство фосфатных минеральных удобрений на Таразской площадке мы доведем до 1 миллиона тонн. Идет работа также совместно с нашими партнерами, это по производству очищенной экстракционной фосфорной кислоты, это для получения технических и кормовых фосфатов. Идет работа, практически проект подготовлен по строительству НПК удобрений с использованием отходов производства на сегодняшний день. То есть вся программа у нас до 2020 года расписана, я надеемся, что мы все это дело претворим в жизнь. Ну, хотелось бы в конце, Сергей Микридович, сказать, что, конечно, на сегодняшний день на рынке очень сложно, тяжело. Хотелось бы в этом плане, конечно, поддержку со стороны правительства, уже которым мы сегодня работаем. Это в экспортном направлении, это по Евросоюзу, по Китаю. То есть нам нужно помогать, чтобы мы были более конкурентоспособны. И в связи с приближением уже следующего года это вопросы энергообеспечения предприятий кислотам. Экспортном направлении